Светофоры на пешеходных переходах. Вот с чего начали общественники. С тем, что регулировщик необходим у торгового комплекса «Заря», дорожники согласились, пообещали установить. В это время на перекрёстке Кирова и Ленина на переход дороги даётся всего 6 секунд. Мы это знаем, потому что почему-то там 5-6 секунд было, контроллер вышел из строя, начал давать в бою. Мы заменили контроллер, и сейчас нормально работает 10-12 секунд, пешеходная фаза. А вот сплошная линия разметки на дороге у площади Советов работает вовсе ненормально, считают активисты. Не даёт возможности заезда во дворы и на паркинг. Однако власти посчитали, что участок слишком загружен. Любые повороты налево тормозят весь поток. Говорили и о технологии ямочного ремонта. Такой ямочный ремонт, особенно с проливкой, с водой, да, с холодной, я понимаю, делается для того, чтобы быстрее эта заплатка выскочила обратно. По стандарту этих самых заплаток должно хватать на год. Так, может, нужно выбрать технологию подороже, предложили общественники. Срок службы отремонтированного участка увеличится, и в итоге мы будем экономить. И тут вновь встал вопрос о межбюджетном распределении средств и обязанностей. Ведь, к примеру, при строительстве новых дорог подрядчика выбирает республика. Муниципалитет должен заниматься, чтобы он отвечал за то, что происходит. А так, одни дают подрядчиков, другой за ними бегает, за этими подрядчиками, и вот до белых мух все это дело и доходит. Немало проблем на дороге возникают и у людей с инвалидностью. Получается такая ситуация, что у нас было всего два автобуса, скажем, чтобы человек на коляске мог передвигаться по городу. Соответственно, сейчас вот один курсируется, но это очень мало для полумиллионного города, соответственно. У нас нужно еще адаптировать остановки, у нас нет тротуаров. При этом, отмечают, стало гораздо легче с появлением у светофоров звуковых сигналов. В завершении совещания мэр предложил брать с собой на приемку дорог членов общественного совета. Ася Касьянова, Жаргал Цериндашиев, Новости дня.